Горохи с густотой от 1,6 до 1,7 миллионов. Когда обеспечиваешь хорошую густоту, во-первых, урожай будет хотя бы. То есть у него просто стыбель короче, чем у Аксайского сада? Да, и он за счет большого количества усов, более жестких, он сплетается. К нему перед уборкой подходишь, массив трогает, метров за 10 начинает выходить. Но этот мы горох убираем напрямую. А, вот так. Да. Значит, здесь... Он дружно зреет, усохнет сразу. Да. Здесь в технологии также минимальная технология. Предшественник здесь рожь, поэтому вы можете видеть. Как бы достаточное количество падалиц. Но для разделения продукции она, в принципе, мешать не будет. Будет дальше проблема с падалицей ржи. Дай бог будут провокационные осадки, чтобы как-то ее спровоцировать. Ну, тогда да. Вот. Сеялось. Почему такое количество сорняков здесь? Потому что ловили влагу и сеяли без предпосевной культивации. То есть, по подготовленной почве с осени. Поэтому все. И рожь взошла позже. Вот видите, какое количество ее здесь. Не совсем, конечно, хорошее, но опыт есть опыт. Урожайность на вот этом горохе мы обычно получаем 35-37 центнер. Даже без применения вот в ничего. В интенсивном земледелии столько, ну, достаточно тяжело получить. А этот горох? Ну, этот горох, он зеленый сам по себе. У него зерновка зеленая. Даже в сухом виде. Ага. И при... Весь перерабатываете, да? Да. Этот мы перерабатываем. Мы делаем половинку гороховую. Круглый горох, обрушенный без этой шелухи. Промасливаем и продаем. А про масливое это на чем? А, вид красивый. А, раз. Посев льна, сорт неимк, 520. Разница в обработке как семенного материала, так и по вегетации в дальнейшем. Здесь бионоватик заложен с этой стороны, биотехагра. Визуально можете оценить, есть ли разница в них или нет. Значит, технология выращивания, опять-таки, минималка, предпосевная культивация, баранование сорняками. Ну, сорняки, как видите, выскакивают. И дальше, мне кажется, их еще больше будет. Поэтому тут однозначно будет двухфазная уборка, свал, подбор. Вот, и я так думаю, что здесь дождемся бункера и посмотрим, кто. Это, кажется, здесь ощущение ложбинка. Да, там есть понижение небольшое. А там повыше, да? Там, ну, более, дальше тоже есть некоторое. Склон оттуда сюда идет? Ну, если мы будем даже в такие подробности у вас, где склон идет. Нет, нормально все. Здесь более-менее ровные поля, без особых каких-то там глобальных локаций в виде балок, холмового разделов. Под льном у вас какая площадь? Ну, небольшая, порядка 35-40 гектар. То есть нам его достаточно такое количество. Вы его используете в дальнейшем для чего? Мелкая фасловка. Люди покупают его на проращивание. Проростки едят. Ну, и на коптовые продажи. То есть в основном вот эти вещи. Масло не бывает. Нет. Какие вопросы по льну? Хорошо. Алена, один сорт использует? Так, как обработки, семена, вегетация? Семена, вегетация? Да, я же сказал. И там, и там. И там, и там. Тут свое.